Добрый вечер, друзья! Все садоводы друзья, все садоводы братья. Вот, поэтому и садов должно быть у каждого брата, у каждого друга. Сегодня удивительная лекция об удивительном грушах. Не просто грушах, а удивительных грушах. Вот, потому что когда-то я не верил, что это чудо может расти в дачном саду. А теперь я хочу вас в этом убедить. Итак, значит, когда я сюда приехал, груши вообще садоводных в первое время разобрать не мог. Но об этом буду рассказывать постепенно. Значит, очень, вы знаете, вот у меня идет, вы видите перед вами на экране, груши идут по пунктам 8. А очень важные темы, корни, обрезка, губительная, целительная, смертельные советы, прививки. Вот, и многое, что еще, это будет потом. Поэтому все за одну лекцию, что касается груш, рассказать не смогу. На нее действуют, на грушу действуют все законы. Все буквально. Которые действуют в природе на все плодовые растения. Поэтому многое, что касается груш, касается всего остального. Так? Вот. И есть все-таки особенности. Я о них не знал. Самое интересное, что о тех особенностях, что я расскажу, вы никогда бы не прочитали. И не услышали. Вот так, такая у нас это. Это наука. Знаете, когда я открываю книгу, которую мне подарили, и даже надпись железового, вот, дорогому. А в нем, вот, автором, одним из авторов книги. А там 160 ссылок на других авторов. И когда я смотрю эти таблицы, у меня начинают глаза хребеть, как голова кружится. И зачем эти нам таблицы нужны? Когда я вообще это минеральное удобрение не пользуюсь, сами понимаете. В общем, это две разные, получается, две разные технологии. Так, перед вами, сейчас я вам покажу пару писем. Перед вами человек, который, да, если я не уложусь, еще продолжим другой раз. Потому что в этот раз я решил не спешить, и побольше. А гусеница, она ест лист. Вот. А мои листья она не ест, почему-то. Мне пришлось эту гусеницу искать, искать и найти. Самую красивую выбрал. Знаете где? В интернете, да? А вот это бабочка. Вот. Бабочка это дитя от этой гусеницы. Вот. А почему я здесь все это нарисовал? Почему? Ой, изобразил. Дело в том, что мне хочется, чтобы... Я дальше про груши будем говорить. Да. Но тут вопрос не просто философский. Знаете, есть вещи, недоступные пониманию ни одному дарвинисту. Ни Дарвину, ни дарвинисту. Почему? Потому что, если вы это сейчас поймете о том, что божественное начало, или все-таки это все шло от слепания молекул, случайных. Это и мы случайные. Нам тогда и расстреливать нас можно, и топить нас можно, и гноить нас можно, и травить. Почему? Это просто случайное слепание молекул, которое спустя там миллиард лет приобрело вот такой вот красивый вид. Но тут дело в чем. Поймите правильно. Я почему за божественное происхождение? Потому что я все передумал, все перебрал, вот что получается. Если бы эта гусеница, у которой много врагов, захотела бы летать, у нее бы помаленечку тут с боков появились бы крылья. Вспомните летающих рыб? Я всегда поражаюсь. Они своими плавниками разгоняются, выпрыгивают из воды и пролетают десятки и сотни метров. Летают. Рыбы летают. Да? Вот. А гусеница почему не стала летать? Дело в том, что, ну, чтобы легче пищу найти и прочее. У нее должны были тут крылышки вырасти для этого. Они не выросли. Внутри происходит чудо, которое ученые назвали, но объяснить не смогли. Метаморфоз. То есть вот эта вот гусеница, а через несколько минут передает вот эта бабочка. Вот. Объяснения нет. Извините, это генная инженерия. А на каком уровне? А? Можно с помощью микроскопа, с помощью скальпеля вот это вот изобразить? Перестроить-то? Сделать так, чтобы из генного материала, из ДНК это получилось? Вот. Если сходу любой, даже ученый скажет, дарвинист, ну, конечно, невозможно. Тогда какого хрена вы голову нам моросите? Почему школам не то? Не закон Божий надо преподавать. А вот эту божественную природу, которую надо беречь, даже гусеницу, видите, какая красивая? Вот. Эта красота не только для того, чтобы ее... Она как раз ее съесть легко теперь. Она слишком красивая. Любая ее птица сожрет. Вот. Самое главное, что нам это дано для понимания. Дойдите до Бога сами. Но дойдите, дойдите. Потому что эту неземную красоту просто так сделать нельзя. Не может. Вы же не знаете, вы наберете в интернете рождение бабочки. Да еще хорошо, когда под музыку красивую, симфоническую. Вы увидите чудо из чудес. А потом раз, и у человека замыкает. Нет, все-таки Дарвин прав. Нет, хочется, чтобы он был прав. Тогда можно убивать, грабить, обманывать, оскорблять. Все можно. Мы из грязной лужи. Вот. Объяснений нет? Объясните, как внутри рождается вот это чудо. А это уже не последовательный шаг за шагом. Помните? Жирафа шея удлинялась. Сожрет пониже. Нет у него, он шею тянет, она удлиняется. Вот два Дарвинизма. А это? Пожалуйста. Нам нужно перестроить школу. Я сейчас дальше по делу буду говорить. Вы можете сейчас даже, пока я говорю, отойти на минутку куда-нибудь. Нужно перестроить школу для того, чтобы дети, во-первых, видели эту красоту. Чтобы им с восхищением рассказывали. Чтобы они обратили внимание. А они эти, полосеты с приколтыми бабочками мертвыми продают. Вот. А богатые их покупают за тысячи долларов. Потому что эти бабочки их украшают якобы. Умертвели, убили, а потом прикололи планшетом. Вот что надо. И надо, чтобы люди знали. Раз это невозможно, значит это божественное творение.